Сценария транзита власти. Если год назад стало ясно, что администрация президента этим занимается, надо сказать, что первым человеком, который об этом открыто говорил, был профессор Соловей, который нам и сообщает очень интересные вести от администрации президента, то многим казалось, что не может такого быть. Путин такой человек, что он не хочет отдать власть вообще. Он все время говорит, что самые большие предатели это Горбачев и Николай II. Ну что эти люди такое делали, что они такие предатели? А они власть отдали. Вот Путин четко дает понять. Он не хочет отдать власть, он хочет жить и умереть как правитель. Конечно же, эта идея, ну, прямо скажем, странная для политика. Но у Путина эта идея есть и, конечно же, все подталкивают эту идею. Вы помните, в 2014 году, в августе, неожиданно где-то там в Ялте встречались следы федерального собрания. На подиум поднялся Жириновский и заявил, что хватит тут этих выборов, объявим Владимира Путина верховным правителем. Казалось бы, это было шесть лет назад. И сейчас мы видим, что все это реализовано, фактически реализовано. Идея в том, что Путин будет главой государства даже тогда, когда он не будет президентом. Но понятно, что Путин очень осторожный человек. И он боится, что его обманывают. Хитрые люди там хотят оставить его все-таки без власти и так далее и тому подобное. Поэтому это крайне сложный переход, который мы видим. Крайне сложный транзит власти. Потому что, конечно же, если были бы нормальные люди, в декабре 2019 года Путин бы просто пошел бы в отставку и передал бы свой пост Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И все было бы спокойно, без всяких проблем. И там национальный лидер, там тоже был бы этот Владимир Путин. И все было бы нормально. Но, видите, Путин не доверял простым решениям, а требует какого-то особого сложного решения, чтобы как бы вот так. Но сделали для него изменения Конституции. И там, что после Путина будет Путин. Но, честно говоря, смех и грех. Дело в том, что после Путина точно Путина не будет. Никакой курс Путин, никто там следовать этому курсу не будет. Но можно, конечно, что-то там придумать по поводу каких-то пирократических решений. Понятно, что после Конституции Путин хочет разогнать Думу. Особенно недовольны коммунисты. Они еще хотели-хотели чуть-чуть быть там в Думе. А теперь Путин их изгоняет из этой Думы. Хочет новую Думу избрать. А с Думой очень большие тоже планы. Видите, будет наверняка новый спикер. Володин уже не продолжает спикером. Его место дают какому-то другому важному человеку. А в составе Думы наверняка уже и коммунисты не будут. Уже так большой фракции представлены. А либеральных демократов вообще могут убрать. Вот видите, идут аресты членов либеральной демократической партии. Это подготовка такая, чтобы убирать старика-пенсионера Жириновского. Вместо него хотят видеть в Думе всяких прилепенных. И даже родственника Владимира Владимировича, Романа Игоревича Путина. Председателя антикоррупционной партии. Но все-таки это Путин, это как бы ближе, это как бы кровь такая. И поэтому, видите, а что там Жириновский-то? Ну, в общем-то, это такая сомнительная персона. Хотя работник спецслужб старый. И поэтому, конечно, клоун клоуном, а Роман Игоревич ближе. Так что вот такие планы. А после этого, когда будет новая Дума, конечно, надо делать новое правительство. Это Мишустина выгнать, конечно, он все виноватый коронавирусом. И то, что все развалилось. И назначаем новым примером, конечно, человека Димченко, Собьянина. Потому что самое главное – это деньги. Но после этого начинается новый, четвертый акт Миронар-Лизонского балета. Дело в том, что, конечно же, есть такая идея, что, может быть, все-таки Владимир Владимирович не продолжает как президент. Просто он не может выполнять эти функции. Он больной, старый человек. Измученный этими всеми операциями косметологического, пластического характера. А у него там что-то, как бы, и нога, не нога, и, как бы, там вообще все плохо. Нету сил. Нету сил у Владимира Владимировича продолжать президентом. Выполнять все эти протокольные функции. Значит, нужен новый человек. То, чтобы вот Владимир Владимирович остался главой государства. Ну, как в Казахстане. Назарбаев глава государства, атакаев президент. И выбирать президента какого-то другого человека. Но кого? Кто же, как бы, был бы этот бы человек? Мы должны, как бы, смотреть историю. Дело в том, что Владимир Владимирович всегда выбирал президента, когда он не сам президент. Такого снабого человека, карлика, который, как бы, был бы никчебным. На котором можно было спияться. И так, когда Владимир Владимирович еще глава государства, он должен выглядеть, как бы, сильным, как бы, вот, мачо. А этот, как бы, президент, который выбирается, который не глава государства, потому что главой государства является Путин, тоже был каким-то там слабым, каким-то смешным человеком. Ну, думаем, ну, кто же может быть этот человек? Дмитрий Анатольевич Медведев, но он уже был президентом. Все-таки, как бы, надо здесь очень подумать, годится ли он на этот пост на этот раз. А может быть, Антон Эдуардович Вайна? Это же смешно. Но, видите, России президент эстонец, такой толстый, такой, как бы, огромной мордой, там, и, и, там, что-то там на наскопе говорит. Это же смешно. Это все смеются. А-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это и есть настоящий президент. Это и вам и нужна Россия, говорит Владимир Владимирович. Так что, думаю, что-то вот так. То ли Вайна, то ли еще кто-то, но такое, которое бы, как бы, и не было бы конкурента Владимира Владимировича. Чтобы Владимир Владимирович чувствовал, как бы, спокойно, у него же такое же комплекс неполноценности, что он не может выдвигать нормальных людей. Он не может выдвигать людей, которые лучше его. Это абсолютно исключено. Так что, да, впереди, может быть, еще уже, как бы, через некоторое время и президентские выборы, где будут вам навязывать какого-то смешного человека на пост президента России. Тогда, конечно, Владимир Владимирович перейдет в статус национального лидера, там, какого-то председателя госсовета, который признается как глава государства. Хотя президентские функции он не выполняет. И понятно, что сколько там этого Путина останется тогда. Понятно, что идет какие-то прогнозы врачей. Об этом тоже, как бы, разговоры идут, что идут прогнозы врачей по поводу того, сколько там этот Владимир Владимирович вообще выдерживает там в этой роли. Тут даже разговоры, что там через год уже не может выполнять свои функции. Поэтому вот такие огромные, как бы, движения, что касается транзита власти. Вот почему вот такая нервная обстановка, что тут и уже аресты, тут какие-то там подавления, и какая-то такая вообще поразительная просто обстановка для нормального, казалось бы, большого такого государства, как Россия. Но ничего не поделаешь. Есть такой вот руководитель, Владимир Владимирович Путин. Странный человек. Всегда он был, конечно, странным человеком. Последние годы он стал вообще невозможным человеком. И как бывает диктаторами, у диктаторов какие-то настроения, как-то он как-то там, как бы, относится этим вещам, как бы, странно. И вот он, как бы, эту повестку дня вам и устроит. Такое, что мама не горюй. Субтитры сделал DimaTorzok